Ася Сергеевич, здравствуйте. Какуюся эпидемиологическая ситуация в нашей республике? В 10 дней по городу Якутску от 60 до 70 заболевших, то по районам республики у нас 21 новый случай, из них по 4 случая в Намском, Мегино-Кангаласском, Усталданском районах и в ряде районов единичные случаи. Это говорит о том, что все-таки болезнь у нас сегодня по ряду районов появилась и она распространяется. При этом те меры, которые оперативные штабы на местах принимают, на мой взгляд, они достаточно всеобъемлемыщи и должны привести к положительным результатам. Вместе с тем, конечно же, режим ограничительных мер на местах тоже должен и муниципалитетно выводиться, но и люди должны соблюдать особенности в малых населенных пунктах. По Салбанцам нам удалось на сегодняшний день ситуацию полностью взять под контроль. Болезнь локализована, осталось несколько больных. За последние 10 с лишним дней уже ни одного больного нового не зафиксировано. Поэтому по представлению главного санитарного врача я принял решение и сегодня выйдет указ об отмене режима карантина по селу Салбанц-Инамского Улуса. Считаю также, что сегодня необходимо очень серьезно всем жителям республики, конечно, посмотреть на соблюдение ограничительных мер не только с точки зрения ношения маски, что само по себе обязательно, но просто по соблюдению элементарных гигиенических требований. То есть постоянно мыть руки, обрабатывать руки антисептиком, пользование посудой и так далее. Вот это все должно быть очень четко все-таки выдержано. Потому что, к сожалению, к большому сожалению, на сегодняшний день могу сказать, что порядка 60 с лишним процентов заболевших – это внутрисемейные контакты. Это родители, дети. Вот как раз внутрисемейные контакты, которые происходят, они приводят к тому, что заражаются, причем заражаются вот не только дети и родители, например, но и взрослые, наше пожилое уже население, дедушки, бабушки. Есть семьи, в которых по 7-8 человек вот сейчас заболевших. Вот это, еще раз говорю, говорит о том числе и несоблюдении тех правил, которые люди должны, санитарных, которые должны соблюдать дома. Поэтому я прошу жителей республики, особенности в тех районах, где у нас напряженная эпид-ситуация, вот эти меры необходимо все очень четко выдерживать. На сегодняшний день у нас количество выздоровевших уже порядка 65 процентов. Это хороший показатель. За последние сутки выздоровело 133 человека. Вместе с тем 25 человек у нас находятся в крайне тяжелом состоянии. Из них пятеро на аппаратах ИВЭО. Это говорит о том, что угроза для здоровья, она для болеющих этой болезнью никуда не проходит. Поэтому прошу всех и себя оберегать, и своих родных и близких в целом соблюдать те меры ограничения, которые у нас по ряду районов действуют. Это очень важно. Как раз вот в эти дни мы считаем, мы должны достичь все-таки коренного перелома в ситуации и по городу Якутску, и по другим районам остановить распространение этой болезни. Спасибо. Спасибо.